10.09, Борис Штерн, доктор физико-математических наук, напротив меня здесь, в студии прямого эфира, Борис, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Во-первых, я должен извиниться за свою простуженность, потому что о происхождении Вселенной, вообще говоря, лучше бы рассказывать звонким голосом. Так он будет у меня садиться, садиться, в конце концов перейду на жест, я думаю, ничего страшного. Но на самом деле вы говорите великолепно, не это, все нормально. А неужели мы действительно сегодня поймем, откуда взялась Вселенная? Я думаю, что да, но не, как это, по верхам. По верхам. По верхам поймете, да. Давайте, приступайте, потому что, а дальше мы вам будем задавать вопросы, которые нас интересуют. Сейчас, подождите. И наши слушатели, я напомню, 730-101, код Москва-495 для звонков, СМС-портал, плюс 7903-797-6333, думаю, Борис удовольствием ответит на ваши вопросы. Да, значит так, вы хотите от меня в режиме монолога, я могу изобразить монолог. Ну давайте, начинайте. Ну давайте вы по ходу дела задавайте самые глупые вопросы. А так и будет, Борис. Так и будет, отлично. Не сомневайтесь. Значит так, что такое дореволюционная космология? Дореволюционная в каком смысле? Произошла революция в космологии, сопала с нашей революцией, мы говорим дореволюционное время, это до 1917 года, вот примерно. Тогда же и произошла первая революция в космологии. Вопрос, откуда взялась Вселенная, тогда не стоял. Потому что Вселенная это что-то такое вечное, бесконечное, вместилище всего сущего. И я так думал в детстве. И вопрос бессмысленный, откуда она взялась? Она явно, у нее нет конца, что такое конец, как его себе представить. У него это начало, как себе представить начало времени. И это очень комфортная и оптимистическая картина мира, потому что и жизнь вечно существует. И в такой вечной Вселенной очень хорошо можно представить себе, как жизнь, допустим, перелетает из одной планетной системы на другую через космос, укореняется, эволюционирует. И жизнь будет продолжаться вечно. Ну, на самом деле, тогда уже было понятно, что эта красивая картина внутренне противоречива. Почему? Простейший такой аргумент. Небо темное ночью. А если бы она была бесконечна, там было бы бесконечное количество звезд. Куда не направим луч, он в конце концов упрется в поверхность звезды. Все небо должно сиять, как поверхность Солнца. Все в такой Вселенной сгорит мгновенно. Ну, что, думали, как-нибудь рассосется этот парадокс. Там пытались представить себе какую-нибудь хитро устроенную Вселенную. Ничего не рассосалось. Эйнштейн придумал свою общую теорию относительности. Опубликовал в 16-м году. Ну, и тут же сам схватился за голову, что по его теории получается, что Вселенная не может быть вечной. Он еще пытался там как-то подправить свои уравнения. Опять же, ничего не получилось. Наш соотечественник Александр Фридман показал, что это и не должно получиться. Что Вселенная либо расширяется из точки, ну, из очень плотного состояния, из очень маленькой Вселенной в большую. Точки начала все-таки получается. Вот я потом расскажу. Вот я потом расскажу. Давайте не забегать вперед. Это было начало, да. От некого начала в варианте Фридмана с бесконечной плотностью. Либо, наоборот, она сжимается. Другого варианта нет. Сжимается и придет в состояние с бесконечной плотностью. И отсюда следовал вывод. Если она расширяется, значит, мы это можем увидеть. Как это можно увидеть? Наблюдать далекие галактики. Если Вселенная расширяется, значит, они от нас улетают. А есть эффект Доплера, по которому нас гаишники ловят. Скорость нашу измеряют. Вот. Частота смещается. Спектр смещается. Галактик смещается в красную сторону. Это в конце... Ой, я что-то ничего не понимаю. Подожди, подожди. Да, сейчас. Так, какая связь между гаишниками и убеганием в галактику, вы не понимаете? Нет-нет-нет, мне про Доплера стало интересно. А, ну, смотрите. У нас есть источник звука, допустим. Так. Самолет летит. Когда он летит на нас, звук высокий. Потому что, когда он распускает следующую волну, он становится к нам ближе. Угу. И промежутки между волнами уменьшаются. Когда он от нас улетает, наоборот. Когда он излучает следующую волну, он от нас дальше оказывается. Промежутки между волнами увеличиваются. Угу. Вот. Это так со звуком. Со светом то же самое. Когда от нас кто-то улетает... Так. ...кто-то улетает и светит фонарем, фонарь становится краснее. Все, понял. И галактика тоже. Хаббл это измерил в конце 20-х годов. Чем слабее галактика, чем она слабее, тем она краснее. Только не 20-х, нулевых. Нулевых. Если мы про Хаббл. Не телескоп Хаббл, а человек Хаббл. А, человек Хаббл. Да. Да, 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 да. Я все-таки уже сын 21-го века, да. Да, да, да. Это 20-е годы 20-го века. Конец 20-х, да. Это человек Хаббл. Про телескоп Хаббл мы еще что-нибудь тоже придумаем сказать. Вот. Ну и все. Значит, получается, Вселенная расширяется. Галактики разлетаются. Это была первая космологическая революция, так называемая. Это только начало, это только пролог, понятно, да? Вот. Значит, вот сейчас самое время задавать самые глупые вопросы. Нет у вас? Нет, 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 мы хотим продолжение, да. Мы слушаем. Мы впитываем, как губка. Хорошо. Значит, теперь. Что такое замкнутая Вселенная? Очень важно понять. А Вселенная замкнутая? А Вселенная замкнутая. В том-то и дело, да. Есть вариант, когда Вселенная открытая. Есть такой вариант в космологии. Его рассматривали. Но родить открытую Вселенную какими-то разумными способами совершенно немыслимо, потому что она всегда была бесконечной. Вселенная замкнутая, это во всех теориях так практически. Большинство ей теорий, по давляющим. Что такое замкнутая Вселенная? Она конечна. Но она конечна в том же смысле, в каком конечна поверхность земного шара. В ней можно совершить кругосветное путешествие, по идее. По Земле можно совершить кругосветное путешествие? Безусловно. Теперь. Представим себе, что Вселенная не расширяется. Мы нашли какой-то физический способ ее вот так вот заморозить. Тогда у Вселенной можно было бы совершить кругосветное путешествие. Отправиться в одну сторону, в любую, и прийти с противоположной, в конце концов, описав вот такой вот круг по поверхности. Значит, вот что такое замкнутая Вселенная. Теперь. Что такое расширение Вселенной? И большой взрыв, соответственно. Расширение Вселенной, это вот расширение этого объема. Кругосветное путешествие становится все длиннее. Что такое... Оно приобретает форму бесконечности, получается? Ведь Вселенная расширяется бесконечно или имеет конечную точку? Она... Это вопрос. Мы о нем поговорим в конце. Мы не знаем ответственность вопроса. Хорошо. На этот вопрос мы ответить не можем. То есть, наука не знает ответа. Да. Будет ли она расширяться бесконечно или когда-нибудь остановится и повернет назад? Так. Такое тоже возможно. Вот. Мы не знаем, как правильно ответить на этот вопрос по камести. Вот. Значит, смотрите. Она была очень маленькой. Кругосветное путешествие было очень маленьким. Такой маленький пузыречек. Угу. Вот что такое была ранняя Вселенная. Так. Так. Что такое большой взрыв? Вот. Большая часть народа, вот, которые слышали эти слова, думают, что это что-то вот было пустое пространство, в нем что-то грохнуло, взорвалось и стало расширяться в это пустое пространство. Нет. Это само все пространство начало расширяться. Из вот такого маленького зародыша, замкнутого, все больше, больше и больше. А что есть зародыш тогда, Борис? Зародыш это есть маленький пузырек пространства, замкнутого. Вот это... Состоящий из... Состоящий из чего угодно. Вот дальше мы будем уже говорить, из чего он состоит. Значит, из чего этот пузырек состоял, допустим, через микросекунду после своего появления? Он состоял из очень горячего газа всех частиц, которые мы знаем. Там еще не было протонов, там летали только кварки, глюоны. Ну, кто-то слышал эти термины. Я думаю, что слушатели не так испугают эти все названия частиц. Вот. Потом состав менялся. Потом появились там протоны, потом появился просто газ, горячий газ. Потом газ стал остывать. Газ стал нейтральным. Когда газ стал нейтральным, вот была сначала плазма, это было Вселенной 380 тысяч лет. Так. Вселенная остыла. Ниже тысяч градусов. Электроны сели на протоны. Газ стал нейтральным. Что это значит? Свет. Она стала прозрачной для света. Борис, подождите. Мы сейчас вернемся к изначально. Давайте. Значит, вот смотрите. А что... Вот мы говорим о неком... Некой точке. Которая, в общем-то, и стала, условно, если совсем утрилировать, родоначальницей, да? Да, некоторым не точке, а пузыречки. Пузыречки. Пузыречки, да. А пузыречек откуда? Вот что было до пузыречек? О. Значит, хороший вопрос. Ну, он нас в такие дебри сейчас заводит. Давайте, пойдем в дебри. Пойдем в дебри, хорошо. Если надо, и вторую, и третью лекцию проведем. Отлично. Отлично. Значит, время будем считать, что у нас есть. Угу. Значит, смотрите, есть квантовая механика. Так. Когда Вселенная была очень маленькой, она была квантовым объектом. И вот там понятие до... Отсутствует. Отсутствует, да. Это я в курсе. Понятие классического времени отсутствует. Угу. Хуже того, понятие классического пространства отсутствует. Это некая такая квантовая пена, которую мы совершенно не умеем описывать. Потому что там теория не работает. Никакая теория. То есть есть род занятий, который называется квантовая гравитация. Науки под названием квантовая гравитация пока еще не существует. Она не сформулирована. Есть некие попытки ее сформулировать там. Теория струн, допустим. Вот. Но это пока еще очень далеко от завершения. И вот самое начало вселенной, вот когда этот пузырек был минимальным, самым минимальным, а это характерные расстояния там 10 минус 33 сантиметр размеры там, вот 10 минус 33 степени сантиметра. Это даже очень сложно представить. Это просто лучше, чтобы они пытаются не представлять, а оперировать вот этими циферками. Вот. Тогда не было классической вселенной. Но опять же, у нас есть квантовая механика. Квантовая механика нам, в принципе, позволяет делать некие переходы между квантовым объектом и почти классическим объектом. Это все формулируется на языке квантовой механики. И здесь уже квантовая гравитация не так сильно мешает. Когда вот мы чуть-чуть отошли от этого состояния Планковского, вот тогда мы уже можем все описывать и решать уравнение. Вот это самое начало. Вот это самое начало имеет вот эту стенку, к которой мы не ориентируемся. Чуть мы от этой стенки отошли, чуть больше стала вселенная, чем Планковский размер. Все, с ней можно работать дальше. Вот. Но на самом деле мы сильно перескочили, потому что вот это все, о чем я сейчас рассказываю, вот это отскок от Планковского состояния и то, что с ней происходило дальше, это все появилось где-то в начале восьмидесятых годов девятнадцатого века. Вот смотрите. Вет теперь всегда надо называть. Я понял. Вопрос слушателя. Не единственный. Если Вселенная расширяется, то она расширяется же в чем-то. А вот в чем же она расширяется? Вот неправильно. В внешней Вселенной? И что за материя находится снаружи Вселенной? Вот неправильно. Значит, она ни в чем не расширяется. Она сама в себе расширяется. Это отдельное пространство, которое расширяется. Надо быть математиком, чтобы это понимать легко. Если мы не математики, я, кстати, тоже не математик. Это требует некоторых усилий. Это просто значит, что вне этой Вселенной могут быть другие пространства, другие Вселенные, но они никак не связаны с нами. Это не значит, что они вне. Вселенные не могут пересечься? Нет. Нет. Нет, не могут. Они просто никак не связаны причинно. Но вы допускаете, что вот та Вселенная, которая нам известна, она не одна. Да. И с точки зрения математической науки это можно просчитать. Это можно просчитать с точки зрения физической науки. Потрясающе. Тогда, смотрите, Борис, мы, как вы сказали в самом начале, абсолютно справедливым, мы по верхам будем идти. В этом ничего страшного нет. По одной простой причине заинтересуем слушателей. С одной стороны, получим новые знания для себя и продолжим этот разговор. Тогда вот смотрите, я даже себе уже пометил несколько тезисов. Вы сказали, была материя или появилась материя. Правильно сказать, появилась материя. Появилась материя. Что есть материя? Что есть сейчас в нашем понимании? Та темная материя, которая, насколько я понимаю, она не просто видна, да? Ее можно, я не знаю, пощупать, ну, условно говоря. Ее можно измерять, ее количество косвенными методами. Вот можете пояснить? Потому что для меня это, это, это вообще... Давайте я поясню, мы немножко запекаем вперед, но потом вернемся, потом вернемся, потому что мы проскочили очень важный момент. Значит, темная материя, это на самом деле обычная материя, то есть это, она просто слабо взаимодействует с нашей, которую мы видим. Это тоже частицы, скорее всего, тоже частицы, то есть это наверняка какие-то частицы. Просто очень-очень слабо взаимодействующие с частицами того, что мы называем обычной материей. И достаточно слабо взаимодействующие друг с другом. Напрямую ни одной такой частицы не зарегистрировали, но пытаются. Не факт, что эти попытки будут удачными, потому что мы не знаем вот этой константы взаимодействия этих неизвестных нам частиц с нашими. Но мы знаем, где и сколько ее. Мы знаем, что она была, так сказать, такой же темной, и в ранней Вселенной без нее бы не образовались галактики. Она очень нужна для формирования нынешнего образа Вселенной. Вот смотрите, у меня сразу возникает вопрос. До того момента, когда я стал тоже интересоваться, но вы-то научно интересуетесь, и я дилетантский, я думал, что это некий объем пространства, в котором находятся Вселенная, галактики, ну и так далее. А получается, что это материя, то есть это материально. Это материально. Темная материя – это материальная. Есть еще темная энергия. Есть еще темная энергия. Это то, что называется отрицательной энергией или нет? Нет. Хорошо. Это другое. Хорошо. Что такое тогда темная энергия? Значит, темная энергия – это, возможно, один из вариантов. Это пустота, которая весит, весящая пустота. Значит, весит она сколько? Как вместить гуманитарному человеку понятие пустота, которая весит? Ну, как мне его представить? Я думаю, что гуманитарному человеку для этого... Легче формулу написать. Да. Ну, и формул тоже для гуманитарного человека, это тоже большой напряг. Ну, давайте попытайтесь нам доступным языком объяснить, что есть тёмная энергия тогда. Значит, точно неизвестно, что это такое, но один из наиболее популярных вариантов, что это вакуум, который слегка весит. Его вес, это его плотность, точнее, плотность. Это один грамм в кубе с размером 40 тысяч километров. То есть, это примерно один грамм, там, где-то в 60-70 объёмах Земли. Нечто подобное я слышу, когда измеряют нейтронные звёзды. Что там сантиметр, какие-то невероятные имеют объёмы. Да, вес. Вес, вес. Там плотность, да. А здесь наоборот. Она настолько мала, что для того, чтобы разместить грамм, приходится вот такой вот гигантский объём. Но это основное содержимое Вселенной по плотности. Вот, кстати, две крайние точки, точно. С одной стороны, необходим вот такой огромный объём расстояния для размещения одного грамма вот этой тёмной энергии. А нейтронная звезда, да, это с точностью наоборот. Гигантская плотность. Да, 10-12 грамм, да, в кубическом сантиметре, да, 10-13. Ну вот, значит, теперь смотрите. Раз уж, сказали, зашла речь про тёмную энергию, продолжим. Что делает тёмная энергия? Значит, ну, я думаю, что можно. Мне не надиктовывать здесь дифференциальное уравнение. Спасибо. Не стоит. Значит, просто видно из уравнения Эйнштейна. Уравнения Эйнштейна здесь очень простые становятся для однородной Вселенной. Что она распирает пространство. Вот эта тёмная энергия, вот этот весь щебакуум. Она заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Это можно назвать антигравитацией. Она не сжимает её, а расталкивает. Это видно из уравнений. И если тёмная энергия – это вакуум, она будет её расталкивать вечно. И Вселенная каждый примерно 10 миллиардов лет будет удваиваться в размере. Вот. Так, теперь можно назад вернуться? Возвращайтесь. Значит, так, я говорил... Думаю, сегодня у многих взрыв мозга произойдёт. Но это очень хорошо, так. Я говорил про большой взрыв, да. Так. Да, и я. Да, это ещё не взрыв мозга. Большой взрыв понять более-менее просто. Но тут опять вылезают всякие парадоксы. Большой взрыв – это твёрдо установленный факт примерно с 65-го года, 20-го века. Вот. Когда измерили микроволновое излучение из космоса. Но проблема опять вот... Такие простые проблемы встали. Типа вот проблемы тёмного неба ночного. Да. Вселенная всюду однородна. А вот эта маленькая Вселенная, она так быстро начала расширяться, что она не могла синхронизоваться. Одни части этой маленькой Вселенной ничего не знали о существовании других. Как они узнали, что надо расширяться, одновременно начинать? Потом. Вот это начальное расширение было очень точно подогнано с плотностью начальной. Просто с точностью там до 50, до 10 минусов. Кто подгонял? Вот. Кто подгонял? Вот. Кто подгонял? Вот это же феерические математические расчёты. Да, и теологи были счастливы. Конечно. Теологи были счастливы. Я с ними согласен. Но тут... И тем самым мы подтверждаем существование нечто такого. Правильно. Что сегодня, кстати, правее и отмечают. Правильно. Потому что книга открыта, и никто не знает, как вот эти расчёты в этой книге были проведены. Мы только что получили... И в 20.10 сегодня книга закроется. Получили смс. Слушаю вас и угораю. Подпись «Бог». Да. Да, но пришли злые физики. Вот. И началось. И началось. Вот что началось об этом с Борисом Штерном, доктором физико-математических наук, научным сотрудником Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Мы поговорим буквально через 2-3 минуты. Свои вопросы, реплики, комментарии на плюс семь девятьсот три, семьсот девяносто семь, шестьдесят три, тридцать три. Нас слушает Всевышний, и это радует. В эфире «Большой ежедневник» Юрия Пранько. Радиолекторий под серебряным дождём. 10.35, продолжаем наше общение с Борисом Штерном, доктором физико-математических наук, космологией, современной космологией, откуда взялась Вселенная, как и благодаря кому мы об этом узнали. Тема нашего разговора, плюс семь девятьсот три, семьсот девяносто семь, шестьдесят три, тридцать три. Вы засыпали уже своими вопросами и комментариями. Я, вы знаете, думаю, что это первая встреча наша с Борисом здесь на первом гуманитарном радио, оно далеко не посреднее, потому что даже сегодня не то, что мы по верхам идём, мы по самой верхней точке этих верхов пытаемся зацепить. Итак, на какой же точке мы остановились? На злых физиков, которые пришли и всё опошлили. Давайте. Это было в начале восьмидесятых, значит. Я пропускаю, там до этого были догадки. Я это пропускаю, я начну сразу, так сказать, перейду к делу. Наверное, первым человеком, который сделал такую радикальную догадку, подтверждённую такими хорошими расчётами, был Алексей Старобинский, тоже наш соотечественник, который и сейчас живёт в Москве. Значит, он просто вот этот самый, то, что мы сейчас вот называем тёмной энергией, и то, что распирает нашу Вселенную вот сейчас, со скоростью там два раза в десять миллиардов лет, он написал соответствующий механизм для ранней Вселенной, для самой ранней Вселенной. Тот же самый механизм, который действовал на много-много порядков быстрее, он тоже распирал эту вот маленькую зачаточную Вселенную в два раза, каждые, там, допустим, десять минус тридцать седьмой секунды. Значит, теперь, есть понятие механизм, в космологии есть понятие сценарий. Допустим, механизм, порох, патроник горит, за счёт температуры выбрасывает, значит, пулю, вот, это механизм. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика, стреляет, это сценарий. Значит, у Алексея был прекрасный механизм, и неправильный сценарий. Значит, что он предполагал, что Вселенная сжималась, 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 потом этот механизм включился, произошло отскок, оно начало расширяться, расширяться, расширяться. Вот, значит, не работает. При сжатии всё ломается. Нужен был другой сценарий. Следующий человек, очень важный, Алан Гуд, американец. Он заразил всех этой правильной идеей, что, ребята, если у нас был тяжёлый вакуум в самом начале, и он сказал, а вот откуда он мог взяться, а вот была очень модная, она и сейчас есть, теория Великого Объединения. В этой теории Великого Объединения может появиться тяжёлый вакуум. Он там играет определённую роль. Смотрите, берём вакуум из теории Великого Объединения, и он нам начинает распирать Вселенную. А потом происходит некий фазовый переход, и этот вакуум выгорает в частице. Это я очень грубо рассказываю. Я понимаю. Это вот такой сценарий, то есть у него не механизм, скорее сценарий. Значит, тут же буквально, сразу же его сказали. В твоём сценарии совершенно неверный конец, потому что не сможет этот вакуум так выгореть в результате фазового перехода. Ничего не получится. Всё разлетится, значит. Не получится ничего похожего на современный студент. Центробежные силы разнесут в пух и прах. Примерно так, да. Не центробежные, но те же самые, эти раздирающие силы не дадут объединиться. В общем, у него вакуум не выгорает правильным образом. Ну так всё-таки же есть некий центр-то, получается. Не центр. Откуда всё это разлетается? Не центр. Напоминаю, маленькая Вселенная расширяется, 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 но в сценарии Гута она не может остановиться. Так. И превратиться в обычную Вселенную, наполненную материей. Хаос. В этом всём проблема, да. Хаос. Значит, но все поверили, что хоть он ошибся, но что-то вроде этого обязательно должно работать. Потому что автоматически объясняют все вот эти вот глупые вопросы, которые я задавал, почему Вселенная так точно подогнана, почему она такая везде одинаковая, как-то всё получилось. Вот так оно и получается как раз. Совершенно точно. Значит, дальше основным забойщиком стал Андрей Линде. Ну тоже наш человек. Он что сделал? Он сильно упростил задачу. Давайте мы предположим, что у нас природа пыталась создать вот в самом начале какую угодно Вселенную. У неё было много попыток это сделать. И одна из попыток даёт такой пузырёчек, там любое это самое, любая форма этого вакуума, и в каком-то из них появятся, появятся эти условия для того, чтобы начало вот этого раздувания, вот так вот быстрого. И всё, и это уже не остановишь. Не нужно никаких фазовых переходов. Борис, я тогда вернусь сейчас к замечательным теологам и, как вы сказали, как вы физиков в своих коллегах реализовали? Злыми. Злыми, да? Но получается, вот даже если хорошо, слово природа, я не буду менять на слово Бог, но я тогда задаю вопрос, кто создал природу? Ага, так, я вам не философ. Я понимаю, что это из-за другой опыта, но тем не менее. Вот получается, что нечто было... А почему? А кто создал Бога, в конце концов? Чем этот вопрос хуже? Бог есть сущий. Природа есть сущий. Если мы открываем Тору, если мы открываем Библию... Кто написал Тору? Её написали люди. Не знаю, теологи говорят, нет, не люди. Ну, мало ли, что говорят теологи, да. Ну, это я согласен, это уже в другую плоскость мы сейчас уйдём. Хороший вопрос. Но получается всё равно, вот что изначально, ответа пока у науки нет. Этот ответ находится в другой плоскости, да. Ответ, вначале была природа, это ничуть не хуже, чем, значит, вначале... Чем вопрос, кто создал Бога, мне это очень понравилось. Вот, так что... Ну, хорошо. Так что продолжаем, да. Да, значит, вот Андрей Линд для природы очень сильно упростил вот эти самые начальные... условия. Они стали естественными. В общем, в это все поверили. И действительно, вот Андрей Линда писал сценарии. Значит, механизм самый лучший, написал Алексей Старобинский. Он прекрасно вписывается в сценарий Андрея Линды. И он продолжал писать новые сценарии. И что он сделал в 86-м году, это вообще запредельная вещь. Значит, он понял, он интересно про это рассказывает, на самом деле, что буквально за полчаса вот как-то там случайно в ситуации, когда в жизни у него все не клеилось, вдруг за полчаса у него вот так вот проявилась просто картина. Вот это раздувание Вселенной. Я до сих пор не пользовался термином инфляция, давайте его введем. Вот. Ну, все знают, что такое инфляция. С точки зрения экономики, да. Вот. Здесь то же самое. То есть, размер Вселенной в определенное количество времени увеличивается в определенное количество раз. То есть, это раздувание, переводится в английском. Вот. Андрей понял, что инфляция не может закончиться. Она не может закончиться образованием одной Вселенной. Где-то она продолжается. Нет монетарных властей, которые бы ее обуздали. Да, она ускользает вот так вот. То есть, здесь образовалась Вселенная, она все. Она окуклилась. Вот. И она живет дальше своей жизнью. Она там продолжает расширяться, она горячая. А в других местах она всегда где-то идет и ветвится, и плодит бесконечное множество Вселенных. Более того, разных Вселенных. Вот. Значит. Ну, и вот это был уже такой... Ну, вот с точки зрения... Вообще, мировоззрение, это, наверное, самый большой прыжок. То есть, то, что вот объяснение, откуда взялась наша Вселенная, оно тут же нам дает предсказание, не предсказание, а утверждение, что Вселенных бесконечное слово. Это утверждение или предположение? Это утверждение. Потому что в этом механизме это получается автоматически. И здесь опять работает квантовая механика, но тут еще не буду говорить, как она работает. Вот. Помощью вот этой теории инфляции плюс квантовая механика, она дает бесконечное множество Вселенных. Отлично. Следующий тогда вопрос, который я себе пометил. Переходим. Черные дыры. Да. Вот из этого. Ну, так это уже гораздо проще, слава человеку. Давай. Ну, знаете, что я не могу понять, все-таки в предыдущих о том, что Вселенных бесконечное количество множества получается, да? Бесконечное количество. То есть, но мы же не можем это проверить. Мы можем вот предположить при помощи формулы определенной. Да, предположения, помноженные на расчет. Но мы не можем же это проверить. Мы не можем их увидеть. И мы не можем их никак обнаружить. А проверить можем? Нет. Да не можем, Юр. Вопрос, что такое проверка? То есть, формулы диктуют. Не можем обнаружить. Формулы обнаружить не можем. В принципе, не можем. Более того, мы не можем обнаружить большую часть своей Вселенной, увидеть. У нас есть горизонт. Тогда почему мы думаем, что эта формула верна, если ее невозможно проверить? Формулу можно проверить. Хорошо. Формулу работает. Формулу можно проверить. Да, можно проверить. А в сущности... Формула прекрасно подтверждается. Все эти формулы, которые дают инфляция... То есть, сомнений в том, что она не верна, больше нет? Практически нет. Вот я хочу оттолкнуться от вашей фразы по поводу горизонта событий. Вот если применительно к черной дыре происходит все, горизонта событий нет. Он заканчивается. Законы физики отменяются. Вот что это? Нет, значит, никакие законы физики не отменяются. Значит, тем более в черной дыре. Так, давайте. Просто законы физики нам говорят, что мы не можем наблюдать все, что бы нам хотелось. Есть горизонт событий. Есть горизонт событий, да. В конце концов, есть на земле горизонт. Сидя на холме, ты никогда не увидишь дальше, чем 20 километров, как бы ты там не подпрыгивал, какой бы бинокль ты не брал, какой бы телескоп ты не брал, ты вот за горизонтом ничто не увидишь. Здесь хуже. Ты не можешь даже подвинуться, проехать за горизонт, если говорить о вселенной. Если говорить о черной дыре, можешь, но до этого надо прыгать. Ты никогда не вернешься назад. Вот. И где ты окажешься, тоже неизвестно. Тоже неизвестно, да. Но окажешься, скорее всего, в состоянии примерно с планковской плотностью. В центре черной дыры, может, с около планковской. Может, улетишь другие вселенные, но в виде каких-то экзотических форм материи, да. Пролетишь, значит, там через какие-нибудь перловины. Другими словами, то, что, ну, опять, утрировано дилетантским языком, то, что всасывает черная дыра, она не исчезает, эта материя. Она... Она не исчезает. Она не исчезает, конечно. Она уходит в иную плоскость, что ли, получается? Значит так, она, в принципе, с нашей точки зрения там и сидит. В черной дыре. Она придает черной дыре массу. Более того, в каком-то плане, может быть, даже она вернется назад. Но не прямо так, как она была, а в виде очень слабенького радиоизлучения этой черной дыры, за счет которого масса у нее уменьшается, и когда-нибудь она испарится, эта черная дыра. То есть они умеют испаряться, но за какие-то совершенно колоссальные времена... А черная дыра на каком расстоянии от нас находится? Ближайшая. Ближайшая, да. Их много. Сейчас скажу... Давайте про ближайшие зерпака. Сейчас, это... Так, это... Ну, приблизительно. Х1, это 2000 световых... Нет, 2000 парсек, это... Это тебе должно порадовать. 6000 световых лет. 6000 световых лет. То есть у нас нет никакой возможности ее изучать. Даже в ближайшем обозримом будущем. Как-то... Что значит изучать? Нет никакой возможности. Есть возможность изучать то, что происходит рядом с ней. А то, что происходит рядом с ней, там такое буйство, там столько излучения, что оно прекрасно регистрируется. Я сам, так сказать, когда-то к своей гордости обнаружил гигантские рентгеновские вспышки, значит, этого объекта, этой черной дыры, да. Это то, что на нее падает вещество. Вот. А если брать чистую черную дыру, ее увидеть, конечно, невозможно. А бывают разные. Но чистых... Ее можно себе вообразить. Ну, конечно, не бывает, потому что в космосе всегда что-то летает и всегда что-то... Как это? На нее садится там и излучает при этом. Борис, а что нам дает вот сейчас наблюдение за черными дырами? То есть это достаточно просто, правильно я понимаю, наблюдать дыру? Не саму, а то, что происходит вокруг нее. То, о чем вы говорили. То, что внутри мы не знаем. Что это нам дает? Что внутри мы знаем, но просто мы не можем наблюдать в принципе то, что внутри. Это нам дает, как это, знание всяких там интересных физических процессов, но это такие не фундаментальные физические процессы, какие, допустим, исследуются на Большом Адронном коллайдере. Это уже такая кухня из известных нам процессов. Там как образуется аккреционный диск вокруг этой самой черной дыры. Как он светит. Вокруг этой черной дыры еще может быть не только диск, который на вещества садится, а струя такая, бьющая со скоростью света. Это квазары? Квазары, да. Квазары, это же тоже черные дыры, да. Их струи, так называемые джеты, да. Вот. То есть там вокруг черной дыры. Это очень интересная тема, да. О, это я, пожалуйста, это я вам сколько угодно, поскольку по космологии я не профессионал, а здесь я почти профессионал. А что мы же... Ой, ну... У нас совсем вот не туда и не сюда. Мы еще одного очень хорошего человека не упомянули. Давайте упомянем. Исправим ошибку. Значит так. Это 80-й год, надо возвращаться. Кроме того, как получилась Вселенная, есть еще вопрос, как получились галактики. Если бы Вселенная была абсолютно однородной с самого начала, никаких галактик бы не было. Чтобы сгущения появились в Вселенной и начали бы расти. До галактик должны быть затравочные неоднородности. Откуда они взялись? Значит, вот Слава Муханов с Геннадием Чибисовым в 80-м году, ну, тогда еще бы молодые ребята были, сели и начали, значит, это самое... Пытаться это объяснить с помощью квантовых дрожаний, квантовых флуктуаций в ранней Вселенной. Кванто-механические эффекты. У них ничего не получалось до тех пор, пока они не попробовали. Вот этот самый сценарий Старобинского, расширение Вселенной. Вот это экспоненциально за счет плотного вакуума. И тут у них получилось. Вот они сказали, ага, значит, Вселенная должна проходить стадию инфляции была. Иначе бы у нас не было галактик. И они все вычислили. Они вычислили, что это реально. Очень глупый вопрос. Чем Вселенная отличается от галактики? Галактика нет, и это составляющая часть Вселенной. Конечно, да. Спасибо. Не, ну что такое галактика, я этого все знают. Тем более она видна. Галактика, Млечный Путь, да. Да, Млечный Путь. Просто выйдя ночью, ты ее видишь. Их миллиарды. В 12-е внутри горизонта, то есть 100 триллион внутри горизонта. Это вообще, это за пределами нашего человеческого мозга. За исключением, конечно, физиков и математиков, которые вот это все рассчитывают в формулах и упражнениях. Значит, более того. А вот что более того? Давайте вот вернемся к вот этой вот... Вот Слава Муханова, да. Да. Буквально через пару минут. Да. Мы вынуждены сейчас прерваться. Борис Штерн, доктор физико-математических наук, здесь сейчас на первом гуманитарном радио. Радиолектории под серебряным дождем. А откуда взялась вселенная? Борис Штерн пытается объяснить нам в этом часе. 10.54. Борис, во-первых, мы с вами договариваемся, что вы к нам еще придете. Мне было очень приятно с вами общаться этот час. Я думаю, многим. В 99% случаев то, о чем вы говорили, мы ничего не поняли. Но это не страшно. Но 1.10%... Вообще, умственная тренировка, это хороший, да, способ получить новые грани интеллекта. Но завершая вот этот безграничный разговор, да, так все-таки откуда взялась вселенная? Я не знаю. Попытайтесь это в течение минуты изложить нашим слушателям. Это был ответ. Будем отходить потихоньку вот от стенки, где мы ничего не понимаем. Абсолютно. Эта стенка, ее во времени можно обозначить 10-40-3 секунды, где мы не понимаем ничего. От некого нуля 10-40-3, считываем. Как-то ей удалось отскочить на 6 порядков, на 10-37 секунды. Как? Это вопрос к теоретикам. В принципе, это уже более-менее получается. Вот она как-то отскочила. Она много раз отскакивала. И отскочила удачно так, что в ней образовался правильный однородный вакуум. Тяжелый такой, который стал ее распирать. Как только он начал ее распирать, все. Пошло раздувание. Пошло раздувание на 40 порядков величины. На 100 порядков величины. Мы не знаем точно сколько. И в части этого раздувания оно закончилось образованием нашей Вселенной. Каким образом? Вакуум стал сползать вниз по своей плотности. Сползать вниз, колебаться, колебаться. И образовался такой пузырь пространства. Уже с перекошенным вакуумом, который вышел из равновесия. И в конце концов выгорел. Превратился в частицы. Вселенная стала горячей. И она перестала раздуваться экспоненциально. Но она продолжила раздуваться по энергии. Вот об этом... По инерции. С Борисом Штерном мы поговорим в следующей нашей встрече. Что же произошло дальше? Потренируем свои мозги. Борис, спасибо огромное. Борис Сенштерн, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Был сегодня у нас на Первом гуманитарном радио. Это классная тема. Рано или поздно человечество поймет, что происходило. Юр, ты знаешь... Но стоит ли это понимание того? Это уже философский вопрос. От этого хочется выйти и покурить. Но тут я понимаю, что я не курю вообще-то. Ну что, мы заканчиваем эту часть сегодняшнего большого ежедневника, но у нас еще есть пару минут, чтобы вам рассказать, что будет вечером и объявить имя победителя. Радио-лекторий под серебряным дождем. Большая перемена. Ближайшая лекция начнется в 7 вечера по Москве. Серебряный дождь. Первое гуманитарное радио.